Погода за окном сменилась от просто жары до аномальной. С 26 июня наша страна во власти резкого потепления. Горячий воздух из Ирана и Туркменистана принёс Кыргызстан в смену климата. Во многих частях республики столбик термометра поднялся выше 40 градусов. По данным Кыргызгидромета, повышенный уровень опасности значится в Оржской, Джалабадской и Баткенской областях. В южной части государства зной продержится до 1 июля, обещают синоптики. По территории Кыргызстана максимальная температура воздуха наблюдались 26-27 июля в Оржской, Джалабадской и Баткенской областях до 39-41 градусов тепла. 41 градусов это наблюдалось в отдельных районах Баткенской области, где территория, те районы, которые близки к Узбекистану, Таджикистану. Ну и температура воздуха в пределах 39 градусов. В Чуйской долине температура воздуха прогрелась до 38 градусов тепла. Ну и также в Сокольско-Нарынской областях температура воздуха достигла до 31 градусов тепла. Аномальная погода является фактором риска для здоровья населения. Жару плохо переносит даже здоровый человек, не говоря уже о тех, кто имеет проблемы с самочувствием. Вчера в столице пятеро граждан стали жертвами высоких температур воздуха. Однако врачи скорой помощи успели оказать медицинскую помощь. Сотрудница Республиканского центра по укреплению здоровья поделилась рекомендациями в условиях штормового предупреждения. «Наступление жара очень опасно тем людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, лишний вес, сахарный диабет и бронхиальную астму. Этим людям надо защититься с 11 дня до 5 вечера. Они должны находиться дома или в тени. Надо соблюдать питьевой режим. Надо принимать до 2 литров жидкости в день. Но они не должны принимать кофе, черный чай, газированные напитки. Они должны принимать только чистую воду. Также надо принимать легкую пищу и одеваться по погоде. Это хлопчатая бумажная ткань или лен». Как обещали синоптики, температура воздуха в столице достигла 40 градусов. Людям приходится трудно. Воздух нагревается и от раскалённого асфальта дорог, и от стен некоторых зданий. И всё же, как горожане спасаются от палящей жары? «Находимся целый день в обществе. Пьём воду. Под кондиционерами находимся». «Как вы видите, вот бутылка воды. Одну бутылку уже выпил. Сейчас уже будет следующая бутылка воды». «Стараемся не выходить на улицу. Желательно вечером, после шести, либо после восьми. Вот и с кондиционерами». «Мы работаем в госучреждении. Поэтому все условия созданы. Кондиционеры, вода и так далее». Советов по улучшению самочувствия довольно много. Однако самые простые из них поменьше бывает на солнце, проветривать помещение, следить за своим состоянием, а также употреблять как можно больше прохладных, но не очень холодных жидкостей. Людей, имеющих проблемы со здоровьем, призывают по возможности сократить перемещение на улице, а также работу в эти дни. Напомним, повышенная температура проглится до 30 июня.